Робкая и стеснительная кошечка-жупа немного боится камеры. Волонтёры вытащили её буквально с того света. Кошка перенесла коронавирус. Курс лечения очень болезненным препаратом составлял 86 дней. Средства на лекарства собирали всем городом, и за судьбой жупы следило много неравнодушных саровчан. С болезнью кошечка справилась. Сейчас она здорова и ищет любящую семью. Кошачий коронавирус ни при каких условиях не передаётся человеку, так как он видоспецифичен, им болеют только кошки. Но важное условие – в семье она должна быть единственным животным. Мы её вылечили. Она сейчас не представляет никакой опасности. Она ещё немножко пугливая, потому что ей проводили лечение. Но ласковая до невозможности, боится щекотки. Она подставляет пузико, ей щикотно, и она так лапками немножко. Представится в семью тоже единственным животным. Кот-подорожник – любимец всех юных волонтёров приюта «Мурдом». Ему около четырёх лет. Нашли подорожника на садоводческом участке. Крупный, ласковый и спокойный котяра влюбил в себя всех вокруг. Волонтёры были уверены, что быстро найдут ему дом. Но оказалось, что у него гемобартонелиоз. Болезнь опасна только для кошек, поэтому в семье он может быть одним питомцем. А пока подорожник ждёт, когда его заберут домой. Характер у него, ну, судя по его пузику, это ленивый, ласковый котярка. Вот. Вот у нас юные волонтёры его набаловали. Вот тихо. Вот смотрите, какое у него пузико. Вот пузико, пузико, да. Целовашки, обнимашки – это наше всё. Да? Ищет дом без других животных, но с любящими и заботливыми хозяевами и кот Василий. Его уже забирали из приюта, но спустя четыре года просто бросили на протяжке на верную смерть. Васю спасли. Он простил предательство людей, остался таким же добрым и ласковым. Ищем ему семью, желательно без детей и без животных. Так как у него мочекаменная болезнь, он у нас сидит на специальном корне. Ласковый, нежный. Ну, Васенька, ну, солнышко наше. Приюту не хватает волонтёров. Если вы хотите помочь пушистикам, обращайтесь по номеру плюс семь девятьсот восемь семьсот шестьдесят два ноль девять пятьдесят один. Продолжение следует.